К сожалению, мы очень быстро вскочили на этот быстром мчащийся поезд, а быстром мчащийся поезд — это система оценки научной деятельности, принятая во всем мире. Все хирши, импакт-факторы, достаточно сложные для понимания, как они высчитываются, как это делается. Люди путаются с Копус, Вепус, Сайз, крупнейшие наукометрические базы данных. Вот эта наукометрия, гонка за рейтингами, гонка за этими хиршами, что сейчас наиболее важно и ваше отношение к этому? В своем ответе я вновь не хочу предстать каким-то экспертом, авторитетом. Я скажу лишь о своей позиции, своем отношении, которые, наверное, тоже вас заинтересует. Все-таки рейтинг — это, прежде всего, конкуренция определенная. И нам нужно четко осознать, что конкуренция является двигателем многих процессов в самых разных областях. И вот когда вы заговорили о преподавателях, о смене их менталитета, направленности действий, во-первых, надо понимать, что это не быстрый процесс. И вот здесь слияние вузов имело еще, на мой взгляд, как, наверное, администратора, очень важный такой кадровый эффект. В КФУ сформировалась очень большая база преподавателей. И в результате соединения близких по специальности образовался излишек преподавателей. Это, кстати, огромная проблема вообще, проблема подготовки кадров для высшей школы в России в 90-е годы, первые десятилетия. Она стала очень острой, на мой взгляд, так как мы помним, что в советское время вузов было не очень много. Преподаватели старшего поколения согласятся, что была нормальная система селекции преподавателей для высшей школы, которая включала сопровождение, повышение квалификаций, и эта система была сломана. Более упрощенный доступ к высшему образованию, который у нас наметился в 90-е годы, привел к увеличению числа вузов. Но должной массы преподавательской, это не мои выдумки, это проблема, которая подтверждается уже социологами, образовался огромный дефицит преподавательских кадров. Кто в это время, я думаю, каждый из нас может найти в своем учебном прошлом такие примеры, когда кто только не стал преподавать в высшей школе. Это и учителя из школ влились, стали приходить в практики. Я хочу просто объяснить, что, наверное, есть единичные случаи, когда человек, придя из другой области, может адаптироваться. Но это ремесло, это работа, это профессионализм, к которому нужно идти, наверное, эволюционно, начиная с ассистента, старшего преподавателя, пройти все те грани, которые, в принципе, очень хорошо выстраивались в советские годы. И в итоге образовалась огромная масса. Несколько лет назад пошел обратный эффект. Мы все знаем о демографической яме. Соответственно, численность поступающих уменьшилась. И когда стали вузы объединяться, в итоге мы смогли таким образом начать процесс селекции преподавателей, потому что их стало много, поверьте мне, в любом провинциальном вузе, даже не педагогическом, стоит очень острая проблема с кадрами. Я общаюсь с коллегами, я знаю, они просто не могут увольть преподавателя, потому что некому будет читать эти курсы. У нас такой проблемы не было. И учитывая, что выстроен новый менеджмент, новые требования к преподавателю, безусловно, многим они не понравились. Отсюда, наверное, та и волна негатива, которая пошла в прессе. Люди же не понимают, особенно старшего поколения, вот мне тут замечательную фразу одного такого достаточно пожилого человека сказали. Вот хирш хиршем, в СССР хирша не было, а наука-то была, да еще какая. Люди не понимают предъявляемых к ним требований по гонке за рейтингом, и отсюда идет порождение такое, что там не только недопонимание со стороны внутренней, но и внешне. Снаружи люди вообще не понимают, что там, за чего заставляют какие-то там в журналах публиковаться, чуть ли не насильно. С них что-то требуют. Как развеете это непонимание? Вы знаете, для чего нужны рейтинги? Рейтинги, о чем говорят владельцы этих рейтингов, их координаторы, нужны прежде всего для того, чтобы молодой человек мог ориентироваться при выборе того или иного вуза, выбирая тот вуз, где дается лучшее образование. Это главная задача, по сути, любого ведущего рейтинга. Поэтому, действительно, абсолютизировать их нельзя. Но, тем не менее, надо понимать, что сейчас в России активно интегрируется международное сообщество. И, по сути, за исключением, наверное, МГУ, Санкт-Петербургского государственного университета, за рубежом российские вузы практически неизвестны. Необходимо, безусловно, поднимать их авторитет. Этот авторитет вырастает, поднимается за счет этих рейтингов. Рейтинги, наверное, нужно, опять-таки, отделять. Для каких-то российских вузов эти рейтинги не нужны. Но Казанский федеральный университет является участником федеральной программы, государственной программы, программы повышения конкурентоспособности, программы 5.100. Он получает финансирование, достаточно серьезное финансирование по этой программе. Соответственно, это финансирование предполагает достижение ряда целей, одной из которых является, опять-таки, рост узнаваемости и международного престижа нашего университета. Эту политику я очень часто объясняю своим коллегам. Потому что есть вузы, где жизнь продолжается достаточно спокойно, где нет таких требований, где достаточно комфортно чувствуют себя преподаватели. И в этом случае, когда мы встречаемся с коллегами, я говорю, каждый из вас имеет право выбора, в каком вузе ему работать. Но если вы работаете вот в этом вузе, где заработная плата выше, вот сейчас я просто, наверное, не для красного словка вам скажу, что у меня порядка 40 резюме лежит кандидатов и докторов наук, педагогических, психологических, которые хотели бы работать в моем институте. Это показатель. И вот в данном случае, я думаю, преподаватель должен выбрать сам. Но мы работаем не в частной лавочке. Мы работаем в государственном вузе. Мы работаем в вузе, перед которым государством поставлена задача продвижения в этом вузе. Для этого есть соответствующие механизмы. В том числе это и публикации, это и индекс Хирша, это и другие параметры, это и иностранные студенты, это рост студентов, которые обучаются на контрактной основе. Если ты, ну, назывался груздем, прилезай в кузовок, получается. Поэтому, я думаю, каждый должен для себя выбрать, где он хочет работать. Если ты работаешь здесь, я бы все-таки говорю у преподавателя, ты должен быть одним из участников реализации той программы, которая предусматривает вот продвижение нашего, в частности, университета в этих международных рейтингах. Теперь, хорошо ли это плохо? Вы знаете, очень часто можно слышать, и это есть и в комментариях различных, и в блогах, да. Для чего нужны эти публикации в зарубежных изданиях? Мое твердое убеждение, да, они нужны. Дело в том, что российские издания за рубежом практически не читаются. Если мы хотим быть замеченными в мировом сообществе, чтобы нас изучали, чтобы на нас ссылались, да, чтобы мы вступали в какую-то коллаборацию, кооперацию, получается, да, мы должны публиковаться в зарубежных изданиях. Чтобы узнавали вообще, да? И у меня бывают иногда такие своеобразные диспуты с коллегами из других вузов, которые говорят, да зачем нам это, я не буду опубликоваться. На что у меня есть простой ответ, а ты попробуй. Но ведь это же трудно. Это очень трудно. Вы знаете, это совершенно другая культура научного исследования. И вот здесь, обращаясь к педагогике, я бы хотел сделать несколько пояснений. Дело в том, что сейчас, наверное, только ленивый не критикует педагогику, потому что это та область, с которой практически мы все сталкиваемся. Либо дети учатся, либо мы сами учимся. Это самый актуальный область, который является, наверное, одной из самых таких жизненно важных, определяющих для человека, потому что все-таки человеческий капитал, который мы развиваем через обучение на самых разных этапах, это, наверное, одно из самых важных явлений в нашей жизни, наряду со здоровьем, скорее всего. Я бы так их поставил на один уровень. И вот здесь, конечно же, мы должны думать, как мы будем развивать свой человеческий капитал. И поэтому есть очень много критики от людей, которые что-то услышали, что-то прочитали. И на качество публикаций, которые делаются журналистами, тоже очень часто можно пожаловаться. И теперь переходя уже к публикациям. Дело в том, что, вот я говорю о педагогике, буквально позавчера я присутствовал на очень крупном совещании в Российской академии образования, которая, кстати, в числе десяти федеральных вузов создает свой региональный научный центр на базе Казанского федерального университета. И один из уважаемых академиков сказал, пожалуй, наверное, самую главную проблему педагогики как науки сейчас. Он говорит, что главным образом это наука, обращенная в прошлое, которая исследует события, традиции прошлого, педагогические системы прошлого. Но при этом есть масса актуальных проблем сегодняшнего, нынешнего, текущего образования, к которым, к сожалению, исследователи не обращаются. Я объясню, на мой взгляд, по очень простой причине, потому что это очень сложно. Такие исследования требуют, эмпирических исследований, требуют проведения опросов, контрольных замеров, собеседования. Полевые, да? Да, да, да. Ну, исследования в школах, например, в данном случае, если мы говорим о термине полевые для нас, для педагогики. И это очень тяжело. Дорого. И дорого, да, и тяжело. И кто-то может быть даже некомпетентным, даже, например, при проведении какого-либо крупного исследования нужно владеть методами математической обработки этих данных. И, например, если я говорю о своих коллегах, то 70% такими компетенциями не обладают. Но, с другой стороны, подходит ко мне сейчас очень много приходит много преподавателей и говорят, я увидел курсы в Санкт-Петербурге по математическим методам, да, получается. Направьте, пожалуйста, меня на курсы. Для меня это огромная радость, да, потому что они стремятся приобрести для себя эти компетенции. И написать статью для зарубежного издания, да, здесь, конечно, ну, сразу возникает вопрос, для какого издания получается. Потому что во всем мире журналы градируются. И если мы говорим о реферативной базе данных скопус, да, то это квартели, которые существуют, да, квартели, с которых существуют, да. Но даже опубликоваться в самом, наверное, там… В четвертом квартиле. В четвертом, да. В четвертом, да. В четвертом, да. В более низком квартиле. Не так-то просто. Потому что существуют правила… Культура. Да, культура этих статей. Правила оформления статьи, которые нашим преподавателям до последнего времени были незнакомы. Проблема с переводом, она решается довольно просто, да. Есть рынок услуг на этой области, даже если преподаватель не владеет на английском языком. Но как структурировать статью? Во-первых, там есть разделы, посвященные, в данном случае, международной историографии данной проблемы, степени изученности данной проблемы в мире. Значит, преподаватель должен… Ресурсы этого позволяют не только интернет, но и наш доступ к электронным библиотекам, к электронным ресурсам. Он позволяет этот анализ провести. Это как раз-таки тот самый реальный поисковый процесс, которым занимается любой исследователь, который пишет кандидатскую, докторскую диссертацию. Статья, по сути, это тоже мини-исследование, если вы хотите, чтобы статья была интересна. Почему журналы не принимают плохие статьи? Не только по причине, что плохой язык, плохо оформленный. Редактор должен решить, встаньте на его место, должен решить, будет ли эта статья интересна читателям. Прежде всего, да. Какой материал в ней изложен? Надо ведь из этого исходить, да. Если материал неинтересен, да, если это какое-то словоблудие, да, какие-то повторы, да, там, что-то неактуальное, да, ни один редактор, заинтересованный в повышении рейтинга своего журнала, эту статью никогда не примет. Поэтому все это побуждает преподавателя находить те области, которые были бы интересны, актуальны, которые бы каким-то образом коррелировались с зарубежными исследованиями и выходили бы, выводили бы их на новый этап. Вот как раз-таки мы за последние, там, особенно три года, этот этап прошли. Он был непростой. Через организацию курсов повышения квалификации, через приглашение редакторов зарубежных журналов ведущих, да, через лекции по исследовательской культуре, которые читают иностранные ученые. Я вот даже, пользуясь моментом, хочу сказать, что буквально через неделю у нас начинаются курсы повышения квалификации именно по педагогическому образованию и исследованиям в области образования, которые будет проводить на базе Казанского федерального университета университет Глазго, один из топовых университетов мира. Конкурс на эти курсы среди наших преподавателей мы ограничили, вернее, сами коллеги из Глазго ограничили группы всего лишь 40 человек, да, получают. Конкурс огромный. Сейчас доходит, вот для меня тоже дорого. Понимаете, преподаватели начали понимать, что это ему нужно. С них же требуют. Что это ему нужно, да, да. И у нас доходит даже до ссор, когда преподаватель говорит, почему вы меня не записали. Я вынужден объяснять, вы недостаточно хорошо знаете английский язык. И для вас эти курсы, потому что курсы будут идти на английском языке без перевода. Дело все равно новое. Есть ли какой-то консалтинг, вот помощь, вот именно, вот как вот это провести, как вот, вот я, допустим, себя ставлю на такой неофит, написал статью, значит, хочу, чтобы ее опубликовали. Пусть четвертый квартиль с Копуса. Что мне надо делать? Как вот, как выйти на журнал? Мне почему-то кажется, что, допустим, там редактор журнала не хочет просто публиковать, поскольку я из России, там, или еще какие-то там. Вот здесь есть какая-то помощь со стороны или какие-то структуры? Вы знаете, вот, безусловно, помощь есть, да, но в данном случае действует принцип «помоги себе сам». Бывает очень, вот, вот, я, таких примеров, вот, близких подобному вашему, получается, да, бывает очень много. Когда человек приходит к нам и говорит «помогите мне публиковать статью», и дает настолько сырой материал, да, не структурированный, да, там и так далее, который, даже, честно говоря, и переводить, просто, не хочется на это тратить ресурсы и время, получается, да. Во-первых, вот, я вас приглашаю, если вы будете работать в нашем институте, в течение двух лет вы все эти этапы пройдете, потому что у нас практически ежемесячно идут курсы, семинары, где вы можете все изучать. То есть натаскивание идет, натаскивание. Да, даже проблема языка, она решается. В прошлом году в нашем институте психологии и образования мы открыли курсы английского языка. За счет средств института шесть групп, 50% преподавателей посещала эти курсы. Сейчас те, кто продвинулся к курсу Intermediate или Pre-Intermediate, мы заказали программу профессиональной переподготовки, тоже за счет ресурсов нашего института и частично платят сами преподаватели. Стимул для них, знаете, очень простой. Одна из задач нашего продвижения в рейтинге — это не только публикация, это повышение нашей международной узнаваемости. Ее можно повысить через публикации. И еще один путь — это участие в авторитетных международных мировых конференциях. В сфере образования их не так-то и много, хотя конференции проводится масса. Но это конференции Всемирной, Европейской, Британской, Американской ассоциации исследований в образовании. Это топовые конференции. Например, в апреле я был на конференции Американской ассоциации исследований в Вашингтоне. 16 тысяч участников. Представляете? Да. Огромная конференция. Очень интересная. У нас на футбол народов. Логистика организации, выбор секций, палитра тем, которые там рассматриваются. Но здесь есть маленький нюанс. Дело в том, что мы привыкли… Мы отправляем статью на конференцию российскую, платим оргзнос, и мы уверены, что наша статья была принята, и нас там будут ждать. На авторитетной международной конференции попасть не так-то просто. Вы отправляете статью, и через какое-то время, возможно, вам придет очень вежливый отказ. В связи с феноменальным количеством заявок в этом году мы вынуждены отклонить вашу аннотацию. Там самые разные причины. Начиная от того, что мы еще год назад банально не могли, не умели оформить абстракт, то есть заявку на эту конференцию, для которой там есть своя структура, мы же пишем… Типичная ошибка. Каждая статья мы должны написать аннотацию. У нас нет культуры написания вот этой аннотации именно с теми стандартами, которые… То есть стандартные, формальные статьи, да? Есть еще одна причина. Тема просто неинтересна. Она им неинтересна, соответственно, они ведь настроены на то, что на этот доклад придет кто-то слушать, а западные конференции построены по очень интересному принципу, да? То есть там нет обязаловки, как у нас. Да? Там есть небольшое вступительное мероприятие и дальше программа логистика с очень четко соблюдаемым временем прохождения, там, докладов, секций, там и так далее. И люди просто передвигаются, ходят. Вот он хочет послушать здесь, в этой секции. Доклад, условно говоря, этого ученого, другой, второго, потом третьего. Да? Да? Это действительно интересно, я считаю, и правильно получается. И вот надо, чтобы люди приходили. И на эти конференции статьи просто так не отбираются. Я хочу привести последний пример. Вот буквально две недели назад в ЛИЦе Великобритании прошла конференция Британская ассоциация исследований в образовании. Я, кстати, являюсь членом этой организации. Я отправил заявку абстракт своего выступления по исследованию, которое я провел с профессором из университета Дрездена. То есть сопоставительное, интересное исследование. Мы исследуем педагогическое образование в двух странах. Мы статью не отобрали. Так же, как еще и у двух моих коллег, которые тоже у нас отобрали только одну статью из четырех, которая была написана молодым преподавателем, доцентом Ибрагимовой в соавторстве с профессором из университета Техаса. Вот эта проблема их заинтересовала. Они ее отобрали, и она поехала. И вот сейчас каждый преподаватель имеет возможность. Я делаю объявление. Если вы получаете приглашение на одну из таких авторитетных конференций, а они, как правило, дедлайн у них за 8-9 месяцев уже закрывается регистрация, вы имеете очень высокие шансы получить финансовую поддержку для поездки на эту конференцию. И там, выступив уже с большой аудиторией, вы представляете Казанский федеральный университет. Попадаете уже в материалы. И они не публикуют материалов. Материалов они не публикуют. А, нету, разве? Самый важный такой, на серьезных конференциях материалы не публикуют. Но там, в чем изюминка? Ты выступаешь, и на этих конференциях присутствует практически редактор всех журналов по education. И если он видит по названию, что эта тема его интересна, он приходит, он слушает. Я, например, был на одной конференции, и когда после моего выступления ко мне подошел один редактор и сказал, мне заинтересовал вот этот сегмент, о котором вы говорили. Я хочу заказать вам статью. Но, правда, я отказался, потому что во времени это потребовало от меня примерно год работы, потому что он просил взять обобщающие исследования по России. Но через неделю ко мне пришло приглашение из хорошего журнала из Амстердамы, из Нидерландов, где просили мне. Я направил вам статью, которую я хотел бы написать, они приняли. И вот сейчас она у меня находится уже на лицензировании я думаю, в ближайшее время будет. Это нормальная практика, это отбор, понимаете, да, который мы сейчас пытаемся, вот эту философию, вот этой конкуренции, отбора привить и нашим преподавателям, которые бы попадали на эти крупные мероприятия. Поэтому это не так-то просто. И эти поездки, да, когда я очень часто там слышу, о, где ты был там, получается, да, я был там-то, да. Ну как там, город понравился, да. Я не преувеличиваю. Очень часто бывает так, потому что у нас достаточно жесткая дисциплина, да, и все-таки лишние дни у нас отслеживаются. То есть мы за свой счет там можем остаться на лишний день и так далее, да. И это правильно, да. Но мы не успеваем даже посетить музей, потому что сами конференции настолько интересны. Это общение проходит. Кстати, вот на этой конференции в Вашингтоне еще один способ продвижения мировой сети, да. Это не только публикации, это участие в крупных международных сопоставительных исследованиях. И вот попасть в такие... Коллаборация, да? Да, коллаборация, да. Коллаборация. Это огромная удача, да. И вот вы знаете, да, если два года назад у нас было, мы участвовали лишь в одном международном сопоставительном исследовании, да. В этом году у нас их уже 20, то есть от нас начинают узнавать. Мы выезжаем на конференции, мы выступаем, да. Мы слушаем выступления зарубежных коллег. Сейчас это тренд. Сейчас индивидуальные выступления, они, ну, достаточно редки, да. Сейчас выступления, когда сравниваются несколько стран, да. Какие-то, да. Это долгие многолетние, такие многолетние исследования, да. И когда в эти исследования приглашают, вы знаете, как мы повышаем свой уровень, да. Потому что мы видим их методики. Это, кстати, тоже очень важно. Особенно, например, в чем вот была неудача наших психологов, вот на нашего института, да. Они посылают статьи в эти журналы, на конференции, статьи отвергаются. Почему? Потому что инструментарий другой, методика другая исследования, да. Опросники другие, которые просто там непонятны. Понимаете, да. И сейчас, когда мы начинаем пользоваться тем инструментариям, которые пользуются, это ведь не только британцы или США, им пользуются во всем мире. Мы не говорим о том, что это чья-то доминанта, да. Мы пользуемся теми международными инструментариями, даже в области статистики получается. Тогда наши статьи становятся понятными, нас приглашают. И вот на Вашингтоне наша коллега профессора Валеева, она участвовала в крупном сетевом исследовании под эгидой университетов Оксфорда и Мичигана. Кстати, по последнему рейтингу Times Higher Education именно Оксфорд стал первым университетом мира, и 11 стран мира принимали участие. Понимаете? Результатом этого исследования станет публикация коллективной монографии в издательстве Oxford Press. Нет ли узнаваемости? И в этом году таких исследований у нас уже 20. И они приходят, и мы сейчас нуждаемся в тех преподавателях, почему мы активно привлекаем магистрантов, которые обучались в зарубежных вузах, которые могут этим заниматься, которые знают эту методологию, которые знают язык. Но при этом у нас идет процесс и трансформации наших преподавателей. Тот, кто хочет. Соответственно, тот, кто не может и не хочет, они как раз таки пополняют ряды тех оппонентов, которые пишут не очень хорошие комментарии, что-то говорят на улице и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова